Добрый день! В эфире передача «Хозяин своей судьбы». Сегодня героиня нашей программы Рада Хайрушева. Девушка, которая благодаря своему открытому и доброму сердцу прославилась на весь Казахстан. Рада, здравствуйте! Очень приятно вас видеть сегодня и провести небольшое интервью. Рада, расскажите о себе. Я замужем, у меня двое детей, замечательная семья, родители с обеих сторон, братья, сестры, многочисленные родственники, с которыми мы дружим, очень тесно общаемся, всегда поддерживаем друг друга. По профессии я юрист. Закончила среднюю школу номер 17 в городе Уральск, потом закончила юриспруденцию в Академии труда и социальных отношений и экономист-бухгалтер, второе, высшее — это в КЗТУ. В настоящий момент более 12 лет я работаю в финансовой компании и в свободное от работы время занимаюсь благотворительностью. Расскажите, с чего пришел позыв заниматься именно благотворительной деятельностью? Это было не запланировано. Когда родились наши сыновья-двойняшки, мы лежали в перинатальном центре некоторое время, и тогда я увидела, что есть отказные детишки. Также увидела, что девушки, молодые мамочки, которых экстренно доставили с отдаленных районов, если это, например, зимнее время года, помощь вовремя не доходит, и они остаются одни. Когда человек все это видит своими глазами, проживает эту ситуацию, то его мировоззрение однозначно меняется. Когда детишки подросли, стало понятно, что нужно поехать именно к отказным новорожденным, помочь им. В моем таком посыле мне помогли вместе со мной. Пошли молодые мамочки, с которыми мы тогда лежали в роддоме, и которые недавно стали мамами. Мы все вместе пошли, отнесли детишкам средства гигиены, пеленки, распашонки, все обычное необходимое. И вот потихонечку-потихонечку команда единомышленных начала разрастаться. Мы начали уже ходить и в детские дома, специализированные школы, интернаты, охватывать малобеспеченные, многодетные семьи. Со временем ваша команда разрослась, и очень много сподвижников и тех людей, которые сопровождают вас на протяжении, можно сказать, вашей настоящей жизни. Расскажите, пожалуйста, о тех людях, которые так же, как и вы, не просто и не закрывают глаза на ситуацию, которая происходит вокруг них. Мне хочется сказать, что у нас город добрых людей, поистине. У нас люди с открытыми, чистыми сердцами, отзывчивыми. И в основном помогают вместе с нами это друзья, единомышленники, обычные люди, у которых есть семья, дом, работа. Но в свое свободное время они готовы протянуть руку помощи нуждающимся. И также хочу сказать, что у нас в городе очень много рукодельниц, очень много талантливых людей, готовых делиться своими знаниями, опытом, готовы обучать совершенно безвозмездно, готовы совершенно безвозмездно преподавать. И делать это действительно от чистого сердца. Мы здесь собрались с детками, чтобы сделать вот такие красивые ободочки. Это называется техника канзаши. При помощи этой техники можно создавать красивые ободки, резиночки, заколки, декор в доме. На данный момент мы с девочками здесь придумываем ободочки, потому что им больше понравилось, чтобы украсить, наверное, свою голову. Дети у нас разные, разных возрастов. Я сначала думала, что детки будут постарше, 12-13 лет, 15, да, девушки? Но, как оказалось, маленькие девочки 6 лет тоже захотели. И вот уже даже создали такой вот красивый ободок. Причем мне что нравится, у детей у них видение совсем другое. Если я как мастер бы совсем по-другому бы его сделала, они практически, имея мало материала, придумали вот такую красоту. Потому что, наверное, детский мир, детская фантазия, она немножко совсем другая, отличается от взрослых. И, наверное, это, наверное, их такая защитная реакция, да, с учетом того, что у них непростая судьба в этом центре. Вот, ну, я как бы желаю этим деткам, чтобы они всегда остались такими же вот цветущими, желающие идти на контакт, чтобы им было интересно, чтобы, ну, ничто их не сломило в этой жизни. К нам приехали мастера. Научили нас делать цветочки для заколок, для этого, для ободков. Теперь же мы можем своими руками сделать так же цветок для ободки, и там заколки. Мы просто волонтеры, которые помогаем деткам еще больше развиваться с разных сторон. Это мастер-классы разного плана бывают. И можно и висероплетение, и просто с пластилином работать. Смотря от возраста, зависит, конечно, детишек. Но в данный момент сегодня совсем маленьких нет, 10 детишек, но с 5 лет. Поэтому мы решили сегодня не пластилином заниматься, а ободочками. Мы сами не профессионалы, есть профессионал, который объясняет. Мы помогаем, это сделаем с детишками, детишек отвлекаем, с ними работаем. Мастер-класс дает деткам, в первую очередь, конечно, знания как-то более разносторонние, какие-то у них уже идет развитие разностороннее. Вот, поэтому они как-то больше начинают чему-то другим увлекаться. Если они всегда, например, только рисовали или красками, или пластилинами, то на этот раз уже бисеры, или там, например, вышиваешь из ткани что-то. Это очень интересно, забавно, их забавляет, это они хотят этим заниматься. Им это нравится, и в дальнейшем, может, что-то будет они для себя что-то сделать. Поэтому мастер-классы всегда, в первую очередь, идет для обучения детишек. План ваших мероприятий постоянно меняется, и вы никогда не повторяетесь в своих занятиях с детьми. Иногда вы оказываете благотворительную помощь, зачастую вы проводите интересные концерты с участием клоунов. Сейчас вы проводите мастер-классы, обучение для детей. Также вы занимаетесь курсами английского языка. Откуда берутся идеи? Откуда вы берете вдохновение для всего того, что проводите? Конечно, действительно, да, деятельность разносторонняя, но все же основной акцент у нас идет на обучение и профориентацию детей-сирот, нуждающих детей. Мы по поводу курсов английского языка. Это действительно такой яркий пример, когда люди, объединившись, могут сделать очень хорошее дело. Например, пособие для обучения детей английскому языку предоставил на безвозмездной основе школа Хэлли Берри из города Астаны. Преподаватель, учитель английского языка с одного из учебных центров города Уральс Ирина Шакурова совершенно на безвозмездной основе согласилась обучать нуждающихся детишек. А шотландец Кэйни Скея в свою отдыхающую вахту согласился проводить с детьми разговорные английские. А когда встал вопрос о помещении, где мы все это будем проводить, то молодежно-ресурсный центр совершенно также безвозмездно предоставил помещение для обучения английскому языку. Таким образом, без каких-либо финансовых затрат, просто потому, что люди объединились и совершенно бескорыстно решили помочь детям, детишки изучают английский язык, причем дается он им и очень легко, потому что они и грамматику учат, но в то же время практикуются с носителем языка. Детям очень нравится. Наши курсы были организованы фондом «Алоган-Алакан». Благодаря тому, что нам предоставили помещение бесплатно в молодежном ресурсном центре, и мы смогли, благодаря своими усилениями, прилагая огромных затрат, организовать такие курсы, рассчитанные, конечно, ненадолго, но всего лишь на два месяца, для того, чтобы деткам дать какое-то начало базовое знание, чтобы они дальше смогли более интенсивно изучать английский с большим интересом. Надеюсь, что оно так и было. Нас в группах мы набираем по 10 человек из малообеспеченных семей, либо многодетных семей из детских домов, ребята. Хочу просто сказать спасибо всем нашим гостям, учителю и всем, кто участвует у нас. Ну, тут мы много научились, потому что нас мало, больше уделения внимания у нас будет. И гости у нас есть, и мы больше практикуемся. Мне очень нравится разговаривать с Кенни, здесь я узнала для себя много полезных и интересных вещей. Спасибо вам большое. Меня зовут Кенни, я из Шотландии. Я работаю в Казахстане. В свое свободное время мне нравится обучать детей. В последние годы, благодаря различным номинациям, премиям, о вас узнали многие. Расскажите, какие у вас впечатления после того, как весь Казахстан узнает о том, чем вы занимаетесь? Идут ли после этого к вам дополнительно люди, именно узнав со средств массовой информации о том, какой деятельностью и какими добрыми делами вы занимаетесь в свое свободное время? Действительно, люди еще больше стали откликаться и также предлагать помощь в обучении. И по приезду с Алматы, где я получила национальную премию Алтанжирек, это действительно очень волнительно, очень ответственно. Но хотелось бы сказать, что это не только моя награда, не только моя заслуга. Это наша общая победа, победа нашей области, всех этих добрых, отзывчивых людей, которые всегда готовы помочь тем людям, которые в этом нуждаются. Это показатель того, что мы все едины, мы мыслим в одном направлении, мы хотим нести добро в этот мир и помогать детям. После приезда мы провели уже несколько серий мастер-классов, потому что мы узнали еще большее направление, кто что умеет делать. И то есть мы провели даже в некотором новом формате. Это когда дети выбирают, что они хотят сделать сами. Например, какая-то группа детей мыло ручной работы варит, кто-то там бисером вышивает что-то, кто-то из пряжи делает валенки для детишек, кто-то подходит к столу, где профессиональному мейкапу обучают. Очень-очень все интересно. И хотелось бы еще отметить, что истинный образец, показатель вот этой искренней доброты у нас преподают бесплатно, обучают детей-сирот, например, сотрудники культпросветобъединения, дворовые клубы. То есть в свое рабочее время они так и так на государственной службе бесплатно обучают детей на безвозмездной основе, как к своей работе. Но при этом в вечернее время они едут в детский дом и вместе с нами учат детей делать что-то своими руками. Не считают это за труд. Сегодня мы обучали детей делать вот таких веселых паучков из бус больших, из бисера маленьких. Еще вторую работу делали вот такие фиалочки, цветочки. Детям понравилось, они быстро учатся. У нас был мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из пряжи, различных бусин, в общем, аксессуаров. В принципе, можно использовать для украшения интерьера и украшения елки, чтобы было новогоднее настроение. Ребенок сделал игрушку, каждый забрал к себе домой. Некоторые сделали еще на выставку, которая будет у них скоро 24-го числа. И они были все очень довольны, счастливы. Вроде, я думаю, что хорошее новогоднее настроение у них есть, наверное. Я сегодня делала елочку из конфет. Это было совсем несложно, даже очень интересно. Мы обучаем детей делать национальный оберег – тумар. Дети к нам приходят очень способные, им легко даются эти знания. Они красиво делают этот амулет. Сегодня мы делали тумар, нас обучили этому на мастер-классе. Всем хочу сказать огромное спасибо. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Какие проекты вы еще хотите реализовать? Так как мы очень много внимания уделяем обучению, в том числе и, например, мы обучали маникюру, гель-лаку выпускников детских домов, чтобы они могли сами зарабатывать себе на жизнь. Или, например, если дети в многодетной семье, то стараемся обучить старших детей в семье, чтобы они могли помогать своим родителям. Или же маму. Договариваемся с салонами красоты, которые их безвозмездно обучают. Например, на сегодняшний день салон Эстет, Инжу и другие мастера совершенно безвозмездно брали учениц и обучали тому же самому макияжу, коррекции бровей, ну то есть все, что связано с индустрией красоты. И хотелось бы развить в этом направлении, то есть охватить больше людей, чтобы они смогли получать образование. И в идеале, конечно, мне хотелось бы, чтобы, наверное, у нашего фонда появилось свое собственное оборудование, например, те же самые швейные машинки, обверлок, для того, чтобы те же самые сироты или дети из малообеспеченных семей могли обучаться. Например, когда мы проводим профориентацию, вот недавно дети ездили в ресторан «Ренессанс». Там шеф-повара обучали детей готовить. Дети сами готовили, накрывали на стол и сами все это ели. Полностью мировоззрение поменялось о профессии повар. Они поняли, что за шеф-поварами, хорошими шеф-поварами рестораны в очередь выстраиваются, что это очень хорошая перспективная специальность, если действительно делать это очень хорошо. Все профессии хороши. Главное — действительно найти себя в той или иной деятельности, получить хорошие знания, углублять их, и обязательно все получится. Мы стараемся, чтобы детишки обязательно все это усвоили. В завершении программы я бы хотела услышать от вас пожелания для наших телезрителей. Мне, конечно, хочется пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, таких же чистых, добрых, открытых сердец. Хочу пожелать, чтобы мы все стали свидетелями того, что у нас не будет детских домов, не будет домов престарелых. Хочу пожелать, чтобы все дети жили с мамой и с папой. Всем счастливого детства хочу пожелать обязательно. И, конечно же, всем и каждому счастья, успехов во всех начинаниях. Всегда верьте. Верьте в мечту свою. Верьте в себя. Верьте в себя. Уверенности в себе желаю. И хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы поднимаете такие хорошие темы, за то, что вы освещаете тему добра, добра, мира, позитива в экранах. И это огромная заслуга и вас, и всех людей, которые работают в этой сфере. Потому что чем больше добра на экранах, чем больше добра, теплоты позиционируется, я думаю, что и за экраном голубым люди тоже обязательно почувствуют ваше тепло, ваше внимание, заботу. Благодарю вас, Рада. Спасибо вам за интервью. Я желаю вам и вашей команде, несомненно, творческих успехов. Пусть люди, которые сопровождают вас в этом порой нелегком, но благородном деле, прибавляются. Всего вам доброго. И, конечно же, удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»